МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Великий праздник восточных народов с широким размахом отметили в Караганде. В Наурыз многие горожане отведали праздничные блюда, а также стали участниками многочисленных спортивных состязаний и увлекательных конкурсов. 192 карагандинские семьи отметили двойной праздник. В Дни Наурыза глава области Ерлан Кушанов вручил им ключи от новых квартир. Все они являются участниками государственной программы Нур-Ложер. В Карагандинской области объявлено штормовое предупреждение в связи с половодием. На реках Карагандинской области синоптики ожидают формирование паводка, возможные разливы и подтопления. Караганда с размахом отметила Наурыз. По центральным улицам города прошелся весенний караван. А в главном парке города организовали театрализованное представление, спортивные состязания, а также мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Дошедший до нас из глубины веков праздник Наурыз символизирует обновление не только природы, но и человеческого духа. Он по-особенному воздействует на людей, объединяя всех в едином патриотическом порыве, настраивая на добрые дела и созидание, олицетворяя непрерывную связь времен и поколений. Ежегодно в народных гуляниях принимают участие десятки тысяч карагандинцев и гостей шахтерской столицы. В нынешнем году старт праздничным мероприятиям был дан весенним караванам. Десятки статных всадников беркучей прошествовали по центральным улицам Караганды. В главном парке шахтерской столицы расположилось около 20 юрт, установленные различными организациями и учреждениями города и области. И в каждой гости могли угоститься национальными блюдами, а также узнать много интересного об истории праздника. В каждой можно было увидеть небольшое представление, посвященное традициям и обычаям казахского народа. В этом убедился и Ерлан Кушанов. Глава области принял участие в обряде Тусау-Кесу. А в это время на главной сцене парка состоялось театрализованное представление. Здесь же Ерлан Кушанов обратился к жителям области с поздравительной речью. У науруза есть свои многовековые традиции. Для казахов это всегда было началом года, началом чего-то нового. И мы все ждем, что Новый год нам принесет новое счастье и перемены в нашей жизни. Этот науруз уже ознаменовался большим событием. Я говорю о пяти социальных инициативах главы нашего государства. Все они направлены на рост благополучия рядовых казахстанцев. Инициативы открывают новые возможности. Это абсолютно реальные прорывные социальные проекты. Жилье, которое действительно станет доступным. Образование с новым качественным подходом. И массовая поддержка начинающих предпринимателей. И самое главное, наконец исполнится долгожданная мечта карагандинцев, будет построен газопровод. Он изменит к лучшему жизнь всего населения нашей области. Казахи говорят, Я желаю, чтобы от науруза до науруза мы жили в мире благополучии. И все начатые проекты нашли достойную реализацию. Центральный парк Караганды в этот день был разбит на семь тематических зон. В любом уголке парка можно было найти развлечения на свой вкус. Проходили выставки казахских костюмов, ярмарка национальных изделий. Особое внимание карагандинцы уделили мастер-классам по приготовлению традиционных блюд. Сотрудницы телекомпании «Первый карагандинский» показали, как готовить главное праздничное блюдо – наурыскожье. Вариантов приготовления наурыскожье очень много. У каждой хозяйки имеется свой рецепт приготовления. Но основной принцип – это число семь. Заправляется наурыскожье обязательно молочнокислым продуктом. По преданиям, в этот день надо досыто отведать этого блюда. Тогда весь год проведешь в достатке и сытости. Стоит отметить, что от желающих попробовать телевизионные наурыскожье отбоя не было. А совсем рядом «Первый карагандинский» организовал турнир по национальной игре «Асык». И дети, и взрослые с удовольствием приняли участие в этой уличной игре. В которой, кстати, участники соревновались не просто так, а за символические призы. А вот победитель другого состязания в качестве приза забрал себе живого барана, с которым он приседал. Цель соревнования – присесть как можно большее количество раз. Ну и те, кто просто прогуливался по парку, пребывал в отличном праздничном настроении. В этот день все старались быть в добром расположении духа и высказывали самые добрые пожелания. Очень хорошо организовано, много людей пришло. Я считаю, что сегодня каждый из нас получит большое удовольствие. Это очень такой праздничный день, когда зима уходит, а приходит весна. Ну, весело, проходит очень весело. Хороший концерт в городе. Поздравляю всех казахстанцев и гостей города Карагандинцев с этим разным праздником весеннего равнодействия. Желаю счастья, добра, мира над небом над головой. По предварительным подсчетам, в этот день праздник посетило порядка 70 тысяч человек. Особое внимание в праздник было уделено социально уязвимым слоям населения. В юртах для них приготовили благотворительные обеды. Всего властями оказана благотворительная помощь в размере более 40 миллионов тенге. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Шалкар Алтынбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Около 200 карагандинских семей отметили новоселье. В праздничные дни Акимобласти Ерлан Кушанов вручил ключи от квартир в новом доме жилого комплекса на улице Момышулы. Квартиры были вручены в рамках реализации государственной программы «Нурложер». В жилом комплексе на улице Бауржана Момышулы одними из первых новые квартиры получили многодетные семьи. Семьи с детьми-инвалидами, а также неполные. Всего 192 семьи. Они являются участниками государственной программы «Нурложер» через жилстру и Сбербанк. Глава области Ерлан Кушанов на торжественной церемонии вручения ключей отметил, что для каждой семьи получить жилье – это большая мечта. И сегодня эта мечта исполняется. И первые 200 квартир из 1700 – вот сегодня мы хотим вручить ключи для вас, для наших новоселов. Прекрасные дома, прекрасные квартиры. Я уже здесь бывал с инспекцией. И самое главное – это совершенно новый микрорайон, и вы первые жильцы этого микрорайона. Этот микрорайон в будущем станет центром города Караганды. Среди новоселов главный энергетик Карагандинского технического университета Макса Джейлханов – отец троих детей. Эту квартиру он ждал на протяжении 10 лет. Получив из рук Акима ключи от новой квартиры, он поблагодарил за возможность участвовать в программе «Нурложер» и пригласил Ерлану Кушанова в гости. Там уже был накрыт богатый дастархан. Здесь 76 квадратных метров. Нам достаточно. Я очень рад. И еще сегодня на улице Мирома. Всех поздравляю. К началу следующего учебного года в новом микрорайоне откроется школа на 1200 мест. На цокольных этажах домов предусмотрены помещения, в которых в дальнейшем расположится поликлиника и мини-центры для дошкольников. А с наступлением тепла начнут благоустраивать дворовую территорию. Положат асфальт, установят фонари и детскую площадку. Детская площадка, все здесь будет. Значит, сейчас идет пока строительные монтажные работы. И так можно здесь провести благоустройство. Значит, вот сейчас каркас введут третьего дома. Непосредственно здесь уже в этой части благоустройство будет сделано. Это весенний-литый период. Примерно какой срок? Весенний-литый период. Всего в новом жилом комплексе 1125 квартир. К концу этого года все дома должны быть полностью введены в эксплуатацию. В настоящее время в Караганде в очереди на получение жилья стоят около 16 тысяч человек. Среди них сироты, инвалиды, многодетные и неполные семьи, государственные служащие и другие. Программа жилищного строительства «Нурлыжер» создана для стимулирования сектора ипотечного кредитования. Цель программы – помочь гражданам приобрести собственное жилье. Андрей Тенжо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. В Карагандинской области с начала паводка ликвидировали подтопление 12 жилых домов в трех населенных пунктах и устранили переливы на четырех участках автомобильных дорог. Для предотвращения ледяных заторов на реке Нура провели взрывные работы. В Карагандинской области объявлено штормовое предупреждение. С начала весны в регионе ликвидировали подтопление 12 жилых домов в трех населенных пунктах и устранили переливы на четырех участках автомобильных дорог. Для предотвращения ледяных заторов на реке Нура 24 марта провели взрывные работы. По информации синоптиков, с 26 марта на реках Карагандинской области ожидается формирование паводка, возможно, разливы и подтопления. Что мы наблюдаем? Вода идет сверху реки Нура. До Самаркандского водохранилища вода на сегодняшний момент не дошла. Температурные режимы мы ожидаем в ближайшие дни ночью. Минусовые температуры, днем плюсовые, положительные температуры, что будет способствовать более плавному прохождению паводка. Запасы воды в снеге буквально за неделю сократились почти в два раза и составляют 141 миллион кубический воды в снеге. Также к изгидрометам являлся штормовое предупреждение, где с 26 по 30 числа, ввиду с осадками, возможно, затопление частного сектора, местами перелива автомобильных дорог. По словам специалистов, за прошлую неделю запас воды в снеге сократился почти в два раза. В целом, паводковая ситуация в области стабильная. На Самаркандском водохранилище с 26 марта увеличен сброс воды до 120 кубических метров воды в секунду. Глава региона Ерлан Кушанов поручил усилить профилактические меры. Необходимо совершить объезды по всем участкам автодорог, где возможны переливы. Паводка и обстановка сегодня – это основной вопрос, заявил Акимобласти на аппаратном совещании. Миром Гульсал Кимбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Свой 80-й день рождения отмечает государственный и общественный деятель Касымбек Медеев. Акимобласти Ерлан Кушанов лично поздравил юбиляра с круглой датой, а также вручил Аксакалу орден Алтен Борес и передал поздравления президента Нурсултана Назарбаева. 24 марта известному политическому деятелю Касымбеку Медеулу исполнилось 80 лет. Все эти годы Аксакал неустанно трудился на благо своего народа. Он занимал высокие должности в Шевском, Актугайском и Жанаркинском районах, а также был председателем Часказганского обл. исполкома и секретарем областного маслехата Карагандинской области. Трудовой путь Касымбека Медеева является примером для подражания и поводом для гордости. Об этом в своей поздравительной речи отметил и глава региона Ерлан Кушанов. Когда спрашивают о выдающихся личностях нашей области, мне на ум сразу же приходит ваше имя. Вы – почтенный Аксакал. Путь, который вы проделали, является для нас примером. Я уверен, что с этим не поспорит никто из присутствующих. Я хочу поздравить вас с юбилеем и пожелать вам долголетия и крепкого здоровья. Помните, что вы и ваши дельные советы всегда нам нужны. На мероприятие были приглашены современники, друзья и коллеги Касымбека Медиула. Они поведали всем собравшимся о его трудолюбии и заслугах перед народом. Во время работы Касымбека Медиева процветали районные центры. Его усилиями в Жезды была построена первая телебашня, а во многих аулах появилось электричество. Современники Аксакала отмечают, что Касымбек Медиев всегда был человеком слова. Я знаю Касымбека с пятого класса. О его заслугах и достижениях много говорят в разных кругах, в том числе и в СМИ. Все мы этому рады. О таких людях стоит говорить, ведь он заслужил все почести своим трудом. В свою очередь Касымбек Медиула поблагодарил главу региона и своих современников за теплые слова, сказанные в его адрес. Также Аксакал поделился философией, которую руководствуется на протяжении долгих лет. Я счастлив, потому что мне довелось работать при нашем президенте и трудиться во время становления независимого Казахстана. В этой жизни я придерживаюсь одной истины – нужно творить добро для людей. Все хорошее, что ты сделал для другого, вернется к тебе. Не к тебе, так к твоему ребенку, не к ребенку, так к твоим внукам. Добро всегда возвращается. В ходе встречи Акимобласен оградил Касымбека Медиева орденом Алтенбарос, а также вручил благодарственное письмо от имени президента Республики Казахстан и накинул на его плечи шапан. Токшан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинские дизайнеры выиграли путевку на конкурс в Москве. Таков был главный приз конкурса «Лучший дизайнер», который состоялся в рамках реализации программы «Рухани Жангру». Более 80 участников из 13 городов Казахстана выставили на обозрение судей конкурса свои изделия, выполненные в национальном стиле. Конкурс «Лучший дизайнер» нацелен на поддержку отечественных дизайнеров. Это не только отличная площадка для демонстрации своего таланта, но и возможность обмена опытом с коллегами по цеху. Другими словами, подобные конкурсы открывают новые двери для всех, кто желает творить. Одним из таких людей является Мирас Каналиев, который защищал на этом конкурсе честь Южной столицы. Молодой дизайнер вырезает из дерева и металла народные инструменты, украшения и многое другое. Талант мастера уже признали на республиканском конкурсе «Щебер-2016». Мирас отмечает, изготовление изделий из дерева и металла – очень трудоемкий процесс. На изготовление кобыза я потратил более двух недель. Это достаточно долгий процесс. Уходит время на разработку эскиза и сушку древесины. В конце получается такой красивый результат. Спрос на мои изделия очень высок. Каждая из них выполнена в национальном стиле. К сожалению, не все люди хотят приобретать мои изделия за установленную цену. Мало кто знает о том, сколько сил, времени и стараний уходит на такую кропотливую работу. В отличие от предыдущего конкурсанта, для Айше Аманбекова этот конкурс стал первым крупным состязанием. Участница из Астаны создает красивые украшения из бисера. Айше удается сочетать в своей работе новые технологии и старинные традиции. Девушка использует специальную программу для создания эскизов. Да, есть такая программа, в которой рисуется сначала рисунок, потом по этой схеме набирается бисер. На нитку набирается, потом это все вяжется, и в процессе получаются вот такие вот изделия, узор. Ну, я сама придумала узор, поэтому он вот так вот выкладывается в общем конечном результате. В шахтерской столице подобный конкурс прошел впервые. Организаторы отмечают, значительную поддержку в проведении конкурса оказали власти города. Заместитель Акима города Караганды Ирина Любарская возглавила жюри конкурса, в составе которого были известные казахстанские дизайнеры и деятели культуры. Одна из организаторов конкурса Ирина Нечаева уверена, этот конкурс несет свою лепту в развитии фэшн-индустрии в регионе. Вообще, на самом деле, такое мероприятие проходит впервые в Караганде. К нам приедут дизайнеры более чем с 13 городов Казахстана. Причем к нам даже приезжают Туркестан, Ауматы, Тарас, Октябия, Атырау. Ну, думаю, что это вообще такое событие, которое начнет в такую отправную точку для развития фэшн-индустрии Карагандинской области. Победители выбирали в пяти номинациях, таких как национальный костюм, дух великой степи, этнические мотивы в современном искусстве, лучший этноэкопродукт, лучший дизайнер украшений в национальном и этностиле, а также лучшая сувенирная продукция в национальном стиле. Победителей наградили дипломами и денежными призами. Обладателями гран-при стали наши землячки Елена Корякина и Алла Черникова. Именно они поедут представлять наш регион на конкурсе, который пройдет в Москве. Помимо этого, члены жюри наградили специальными призами отдельных участников. Так, некоторые из них получили возможность принять участие в отечественных и международных конкурсах дизайнеров. Товжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Весенний праздник на Урыз отметили и в войсковых частях регионального командования Астана. Военные организовали различные конкурсы, спортивные состязания, а также праздничные до страха. В войских частях регионального командования Астана, включая части, дислоцируемые в Приозерске, широко встретили весенний праздник на Урыз. Творческие коллективы войсковых частей подготовили праздничный концерт, который прошел на импровизированной сцене войсковой части 31775. Кроме концерта, подрастающему поколению были продемонстрированы театрализованные постановки обычаев и традиций казахского народа. Командующий войсками генерал-майор Кайдар Каракулов поздравил всех военнослужащих и гостей с праздником и пожелал военнослужащим счастья, мира и добра, а членам их семей достатка и благополучия. Он подчеркнул, что реформы, проходящие в настоящее время вооруженных силах Республики Казахстан, в первую очередь направлены на улучшение материального и технического обеспечения в войсках, улучшение благосостояния военнослужащих. На празднике были проведены конкурсы на лучшее знание обычаев и традиций казахского народа, приготовление праздничного стола, а также спортивные конкурсы, в которых принимали участие не только военнослужащие, но и члены их семей. По результатам генерал-майор Каракулов наградил участников конкурса, вручив ценные подарки и грамоты. Наурыс! В Караганде продолжается череда мероприятий, приуроченных к празднованию Наурыс. В Центре развития бокса имени Серикасапиева состоялась праздничная программа для детей с повышенными потребностями. Мероприятие посетили более 350 человек. Наурыс – праздник гармонии, света и добра. В этот замечательный праздник принято не только оставлять ненасть и обиды в прошлом году, но и творить добрые дела. С этим утверждением согласны и Федерации тяжелой атлетики Казахстана. Каждый год в канун праздника Наурыс в Центре развития бокса имени Серикасапиева проводятся зрелищные мероприятия для воспитанников детских домов и детей с особыми потребностями. Не стал исключением и текущий год. Как отмечают организаторы, для них важно не только подарить особенным детям смех в праздничные дни, но и заставить их поверить в то, что залог жизненного успеха кроется в усердии. В среднем наше мероприятие посещает около 2000 детей со всей Караганинской области. Это дети с детских домов, интернатов, а также домов для детей-инвалидов. Важной составляющей данных мероприятий является участие именитых спортсменов, тяжелоатлетов, которые на своем примере показывают, что в жизни можно достичь многого. Там было очень много героев, было очень интересно слушать. Было много игр. Мне понравилось все, кроме чудища, когда он пришел, напугал меня. Мне понравились танцы в хороводе с ленточками. Еще все понравились, герои понравились. Как ведущий ведет концерт, понравилось. Нельзя не отметить, что мероприятие обрадовало не только детей, но и взрослых. Это мероприятие мне очень понравилось. Хочу выразить благодарность от имени всех приглашенных людей на этот праздник. Стоит отметить, что в Центре развития бокса имени Серика Сапиева подобные мероприятия проводятся четыре раза в год. На День знаний, День защиты детей, Новый год и на УРАЗ. Если в будни здесь занимаются будущие звезды мирового бокса, то в праздничные дни центр превращается в большой увеселительный мир фантазии. Всего за один год центр бокса посещает более двух тысяч детей. Все мероприятия финансируются за счет частных пожертвований неравнодушных людей. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok